Всем привет! А у нас сегодня 7 января. Кстати, с Рождеством вас всех наступившим, с этим световым праздником. Пусть в вашей жизни будет побольше светов моментов. У нас сегодня произошло землетрясение. Мы хотим с вами поделиться нашими эмоциями. У нас пришли отголоски. Само землетрясение, мы думаем, вы уже об этом слышали, произошло в Пуэрто-Рико. И там есть небольшие разрушения. Оно было 6,6 баллов по шкале Рихтера. Оно было в Пуэрто-Рико. Но до нас тоже это дошло. Я вот именно в таком осознанном состоянии, когда я проснулся и его встречал, это землетрясение у меня такое было впервые. В общем, время было 4.20 утра. Такое состояние, когда ты прям спишь, спишь, спишь. Я просыпаюсь от того, что кровать ходит ходуном. Она прям тряслась. Это было 4.20 утра. Сыпается Ленчик и говорит, что случилось? Я говорю, землетрясение. А у меня при этом, вы знаете, такое ощущение. Мне сначала показалось, что Оливия лезет на нашу кровать. Сейчас, давай, подожди. Я говорю, я говорю, ну подожди, я начал договорить. Я говорю, землетрясение. И дальше ложусь спать, как ни в чем не бывало. А в это время кровать ходит ходуном. И оно было реально долгим. То есть я помню, что я лег спать и кровать шаталась. Если говорить про мои ощущения, вы знаете, у меня первоначально было такое впечатление, что Оливия проснулась среди ночи и лезет к нам на кровать. Там нас расталкивает. Потому что ты действительно лежишь в кровати, а тебя вот так вот шатает. Потом я понимаю, что Оливии рядом нет. Значит, я думаю, мозг начинает соображать. Значит, мне это снится. Как будто бы я еду в поезде, и меня вот так вот трясет. Но я начинаю понимать, что меня трясет не во сне. И это не иллюзия, а меня реально вот так вот. Причем шкафы вот у нас, то, что они в стене, вот эти вот двери, они прям так поскрипывали. Но, конечно, да, самый прикол, что я проснулась, Антон уже был в бодрствовании, так сказать. И, обсудив, что это землетрясение, мы, как обычные нормальные люди, легли дальше спать. Да, мы там абсолютно без разницы. Я помню, как сейчас так вот в разумном состоянии думаешь, как так ты лег спать, когда там все ходуном ходит. Да, где-то у нас был где-то, наверное, 5,5 до нас дошел, до Кунта-Кана, вот эти вот толчки. И даже утром, да, еще были часов в 7. Да, утром, утром я уже проснулся, было 7.20 утра, я уже работал за компьютером, и у меня начинает трястись стол. Я думаю, не понял, я поначалу подумал, какая-то ерунда. Да, я его пытаюсь держать, а он шатается. Я подбегаю к Ленечку и говорю, землетрясение, она говорит, да, да, землетрясение. А самое... Я просто подумал, что меня как-то глютишь, что ли. В общем, как-то это впервые, это впервые. Я вот так вот землетрясение прям встречаю в таком состоянии, в осознанном. Потому что до этого, год назад, мы здесь тоже были, и мы его встречали на бассейне, на первом этаже, грубо говоря, и мы его не заметили, как оно даже прошло. А вот наши друзья, которые жили на третьем этаже, они так же в ужасе, с эмоциями, землетрясения. Но оно было меньше, оно было 4 балла. То есть 4,2 что-то прям... То есть мы в том году его на первом этаже встретили, мы его даже не заметили. А вот сейчас на третьем этаже это было что-то. Причем сам факт, что когда ты на первом этаже, когда ты там стоишь, ты его ощущаешь не так. Самое пиковое ощущение это когда вы лежите. Потому что тело занимает большую площадь, и вот эти ощущения прям это ощущается. Ну вот да, в 7.20 утра я получаем уже работал, я его особо не считаю. А я еще лежала, вонюбе пока покупалась. Я просто его за столом получаем, встретил. То есть я понял, по столу что-то не то происходит. А я его ощутила, опять же, вот этого тоже, конечно, меньше. Там тряска была, но она была. То есть в лежачем состоянии ты его ощущаешь, конечно, в разы больше, чем... Ну да, ну а вот именно в 4.20 утра по нашему времени оно прям было долгое. Я просыпаюсь, что кровать ходит тысяч, 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 тысяч. И засыпаю в этом же состоянии, когда кровать вот так вот ходит. И мне было пофигу. Ну в общем, мы давно не ездили на поездах, нам землетрясение преподнесло. Говорят, я посмотрю в новостях, что сегодня будут большие волны. Но постараемся на пляж выйти, показать. Ну опять же, да когда они до нас еще дойдут. Ну да. Сейчас выйдем на океан, посмотрим волны. Я хотела просто рассказать, почему... Про ведьмака? Да. У нас там ведьмак ходит. Вы, наверное, смотрите многие сериалы. Подожди. Мы с Антоном начали смотреть сериал ведьмак. И у нас в нашей резиденции живет молодой человек, очень на него похожий. Вот он, кстати, идет гулять с ребенком. Вот впереди идет ведьмак. Напишите, кстати, в комментариях, смотрите ли вы сериал ведьмак. От Netflix. Прям очень интересно. Вышли мы на пляж. Волны обычные. Никаких больших волн пока нету. В общем, неинтересно. Мы думали... Очень было интереснее намного. Мы думали, какой-то жесть увидим. А тут нет ничего. Все обычное. В общем, как вы видели, на пляже ничего интересного. Все как обычно. Люди лежат, загорают, купаются. Есть какие-то волны, но они здесь бывают очень часто. Поэтому там сверх каких-то последствий до Доминиканы, конечно, не дошло. В общем, никакой жести нет. Все тихо, спокойно. Все загорают, купаются. Больше рот мы получили, конечно, ночью. Да. А сейчас мы поехали решить бытовые вопросы. Нам пришел счет за интернет. Про интернет. Это у нас тариф 100 мегабит. Мы платим за него 70 долларов. Интернет-оптиковое окно. Ну, довольно-таки нормальный. Если говорить про мобильный интернет, то он здесь покупается пакетиками. Вы вбиваете команду цифровую. И дальше у вас на выбор прилагаются на день, на три, на пять. И на пять дней безумительный мобильный интернет стоит 140 песо. Это 3 доллара. Это вот на пять дней. Бывают у них акции. Новогодние вот были, рождественские, на 15 дней. Ну, по сути, там цена идентичная. Там разница 20 песо получилась. Даже там меньше долларов. Вот. Поэтому здесь мобильный интернет, конечно, довольно дорогой. Кстати, в России один из самых дешевых интернетов. В России вообще один из самых дешевых интернетов в мире. В США, кстати, тоже очень дорогой интернет. У нас интернет в России. Мы платили 600 рублей. Также за 100 мегабит. Это примерно... Это 9 долларов. 9 долларов за 100 мегабит. И при этом еще и безумительный интернет на телефоне. Красота. Да. Сейчас идем платить. Каха – это касса на испанском. Вот здесь все подсоединяют себе сим-карты, интернет домашний, телевидение, IP-телефонию. Все делать в этом офисе. Еще пару лет назад нужно было ехать в другой город, Верон. Сейчас все делается здесь. Никуда ехать не надо. Поплатила? Да. 3 435... 3 435 веса. Это примерно 4 тысячи рублей. Это 70 долларов. Мы зашли в ресторанчик японский. Сейчас будем заказывать свиролы и удон. А ты что будешь есть? Я в удоролы. Только я не знаю, какие. У меня на выбор, как всегда, 3. И я не могу определиться. И пара L у нас сервеса Корона. Саат или ну? Саат? Да. Я заказал Калифорнию. Калифорния отвратительная. Они взяли еще сверху майонезом полили. Потом у нас удон. Ну, удон вкусный. И у Ленчика у нас... Как называть твои роллы? Аляска. Аляска. Как тебе вкус Аляски? Не, ну мне понравились. Вкусненькие. Да. Мы, конечно, уже тут подъели немножко. Все, и я пью Корону. Ленчик пьет белое сухое. Да. Не, ну мне мои роллы нравятся. В общем, это не самые вкусные роллы в Доминикане.